Мы уже отмечали, что в функциональном программировании очень часто используются функции высших порядков. Это такие функции, которые принимают в качестве аргументов другие функции. Давайте посмотрим, какие функции высших порядков используются в стандартной библиотеке для работы со списками. Начнем с функций, которые принимают в качестве одного из аргументов, некоторый унарный предикат. Унарный предикат — это некоторая функция, которая принимает какое-то значение, а возвращает булево значение истину или ложь. Давайте посмотрим на функцию фильтр. Функция фильтр принимает в качестве первого аргумента унарный предикат. Это тип унарного предиката. В качестве аргумента функции, которая передается в фильтр, передается значение произвольного типа, а возвращается булево значение. В качестве второго аргумента функции фильтр передается список. Возвращаем в значение функции фильтр, естественно, является список, который содержит те элементы исходного списка, которые удовлетворяют этому самому предикату. В качестве примера можем привести следующий вызов. В качестве предиката возьмем сечение оператора меньше, меньше трех. То есть будут элементы списка, которые здесь переданы, будут проверяться на предмет того, что они меньше трех. Ну, фильтрация произойдет, все значения больше трех будут выкинуты, а все значения, которые удовлетворяют этому предикату, они останутся. То есть останется значение 1, 2, выкинуто, выкинуто. Опять 1, 2 останется, останется. 3, 4, выкинуто, выкинуто. Давайте посмотрим, как такая функция реализована. По предикату, как и по любой другой функции, мы не можем осуществлять сопоставление с образцом, мы можем только связать ее с какой-то переменной. Стрелка не имеет образцов, к сожалению. Итак, мы связываем предикат с переменной P и пишем два уравнения. Первое уравнение описывает нам пустой список, второе уравнение работает в качестве аргумента, берет не пустой список. На пустом списке фильтрация возвращает нам пустой список, независимо от предиката, что является совершенно естественным. Если же список не пустой, то мы должны, во-первых, проверить голову этого списка на предмет того, удовлетворяет ли он нашему предикату. И, во-вторых, вызвать нашу функцию рекурсивно на хвосте списка. С помощью механизма охранных выражений мы это делаем. Мы применяем предикат P к голове нашего списка, к переменной X, связанной в сопоставлении с образцом. Если предикат выполняется, то используется вот это вот уравнение. Мы просто берем, говорим, что наш элемент X будет входить в результирующий список, добавляем его в результирующий список и вызываем нашу функцию фильтрации рекурсивно на единицу меньшем аргументе на хвосте этого списка с тем же самым предикатом. Таким образом у нас формируется список, только в список включаются элементы, для которых предикат выполняется. Если же у нас предикат не выполняется, то тогда мы по-прежнему вызываем рекурсивную нашу функцию фильтр с предикатом на хвосте списка. Однако добавление элемента не происходит, потому что нам нужно добавлять только те элементы, для которых предикат верит. Следующие функции, которые тоже используют высшего порядка, которые тоже используют унарный предикат, служат функция take while. Функция take while устроена по типу точно так же, как функция фильтр. Она принимает в качестве первого аргумента унарный предикат, в качестве второго аргумента список и возвращает нам список значений того же самого типа, который используется в качестве аргумента унарного предиката. Давайте посмотрим, как функция take while работает, что она делает. Вызываем функцию на том же списке с тем же самым предикатом. Функция take while делает следующее. Она движется по списку и проверяет, выполняется ли предикат. Если предикат выполняется, то она включает соответствующее значение в итоговый список. Как только предикат перестает выполняться, это на третьем элементе списка в нашем примере, функция take while завершает свою работу и дальше ничего не делает. То есть она берет элементы списка до тех пор, пока предикат выполняется. Давайте посмотрим, как это реализовано. Ну, идея та же самая. В первом случае, в случае пустого списка, возвращаемым значением должен быть, конечно, пустой список, независимо от того, как устроен предикат. Поэтому мы предикат даже не связываем ни с какой переменной, используя символ подчеркивания. На непустом списке функция take while работает следующим образом. Предикат связывается с переменной. Список разбирается на голову и хвост. На голове списка происходит проверка предиката. Если предикат выполняется, то мы добавляем соответствующий элемент в голову списка и рекурсивно вызываем функцию take while на том же самом предикате и на хвосте списка. Таким образом, на каждом шаге, пока предикат выполняется, список у нас сокращается на единицу. Как только предикат перестает выполняться, так мы обрываем нашу работу, возвращая пустой список. Это является терминирующим условием для нашей рекурсии. Функция, похожая на функцию take while, функция, которая зовется drop while, работает наоборот. Давайте сначала посмотрим пример. Сигнатура функции drop while такая же, как у take while и у фильтра. Предикат и список, и возвращается список. Вызываем функцию drop while на том же самом списке и на том же самом предикате. Мы видим, как работает функция drop while. Пока предикат выполняется, а это первый и второй элемент списка, у нас элементы отбрасываются, drop. Как только наступает ситуация, когда предикат не выполняется, наша функция drop while возвращает весь оставшийся хвост списка. Поняв, как все это работает, давайте посмотрим, как эта функция реализована. Первое уравнение ничем не отличается от функции take while. Drop while на пустом списке, это пустой список. А вот если список не пустой, здесь используется некоторая хитрая синтаксическая конструкция. Давайте мы пока не будем обращать внимание на эту синтаксическую конструкцию, которая зовется синоним. И посмотрим так, как будто бы того, чего я выделил, у нас нет. Тогда мы видим, что у нас предикат связывается с p. Список разбирается на голову и хвост xs'. Пока предикат выполняется, у нас происходит рекурсивный вызов нашей функции drop while на хвосте нашего списка xs'. То есть происходит ровно то, что нужно, и то, что мы видели в примере. Предикат выполняется, значит все отбрасывается. Что же происходит в последнем случае, когда предикат не выполняется? Тогда происходит следующее. Мы просто должны вернуть оставшийся хвост списка. И мы могли бы написать это вот таким вот образом. Мы могли бы написать здесь вот это выражение и не использовать здесь никаких дополнительных синтаксических конструкций. Мы просто должны вернуть хвост списка, то есть вот этот список xs' с добавленным элементом x. Но такая конструкция часто бывает неудобна. Во-первых, здесь мы список разбираем, а здесь мы его должны обратно собрать. Наивная реализация Хаскеля могла бы тратить на это некоторое время. Хотя, конечно, GHC достаточно эффективен. Мы можем ввести для вот этого вот образца локальный псевдоним. Что и было сделано. Там было написано локальный псевдоним xs. Это список, который обозначает вот такую вот конструкцию. То есть вот такой вот список. И здесь мы указываем, что мы используем этот самый локальный псевдоним. То есть оператор коммерческой ад, который используется в представлении с образцом, просто позволяет какому-то сложному большому образцу дать локальное короткое имя. Мы видели, что образцы могут иметь довольно сложную большую структуру. И если эта сложная большая структура в правой части используется, да еще и несколько раз, тогда удобно дать локальный псевдоним и использовать его в правой части наших уравнений. Следующая функция из стандартной библиотеки, которая тоже работает с предикатами, это функция span. Функция span устроена несколько сложнее по сигнатуре. Она принимает предикат и список, а возвращает нам пару списков. Если мы посмотрим на реализацию этой функции span, мы сразу увидим, что это за пара списков. Первый список это начало этого списка. Это первые несколько элементов, которые удовлетворяют этому предикату. Как только появляется элемент, который не удовлетворяет этому предикату, результат записывается просто во второй список. То есть это вызов функции take while и drop while, и соответствующая пара списков возвращается у нас в результате вызова функции span. Есть функция альтернативная span, функция break. Функция break работает ровно наоборот по сравнению со span. Сигнатура у нее такая же, как у функции span. Но функция break работает так. Она работает как span, только вместо предиката используется отрицание этого предиката. Здесь мы видим использование композиции функции, которые как раз очень удобны для того, чтобы сконструировать функцию высшего порядка. Действительно, у нас есть некоторые предикаты, имеющие тип из a в bool. Функция not, имеющая тип из bool, bool. Композиция функции not и нашей функции p порождает нам функцию из типа a в тип bool, что нам и требуется. То есть отрицание предиката, которое здесь используется, передается в функцию span. Таким образом, функция span, функция break работает как функция span, но наоборот. Мы можем посмотреть на примеры работы этих функций. Функция span, на списке, с которым мы работали, и на предикате меньше трех, разбивает на список на два списка. Это take while, а это drop while. Если мы запустим функцию break, ну, изменим предикат для того, чтобы было интереснее. Изменим предикат. То функция break, наоборот, пока предикат не выполняется, она конструирует первый список. Здесь предикат начинает выполняться. Это место перехода с невыполнения предиката к выполнению предиката. И у нас конструируется второй список. То, что во втором списке предикат может опять начать невыполняться, это совершенно неважно. Разрыв происходит и в спане, и в брейке, в той точке, где происходит первое переключение выполнения предиката на его невыполнение.